Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект в изучении ПЛК-контроллера. И сегодня попробуем поработать со средой программирования для ПЛК-контроллеров C-MATIC S7300-S7400. Запустим среду программирования C-MATIC Manager и попробуем создать новый проект с помощью специального помощника. Зайдем в файл. Выберем New Project Wizard. Вот у нас высветилось окошко специального помощника. Если мы поставим здесь галочку, то при каждом запуске C-MATIC Manager у нас будет и высвечивается окошко помощника. Ну пока галочку снимем и нажмем Next. Далее. Здесь мы можем выбирать тип нашего CPU. Давайте выберем CPU 312. Вот у нас выбран CPU 312. MPI address 2. Пока таки оставляем. Нажимаем Next. Здесь ставим галочку напротив организационного блока 1. Также можем выбрать язык программирования. У нас в C-MATIC Manager три основных языка программирования. Это STL, LAD и FBD. Давайте выберем язык программирования LAD. Язык программирования с помощью релейных диаграмм. И нажмем Next. Здесь мы можем присвоить имя нашему проекту. Ну допустим, напишем LAD 2. и нажимаем Finish. Вот у нас автоматически созданы основные компоненты программы. Здесь у нас SEMATIC 300 Station. Здесь у нас тип выбранного нами CPU. Здесь у нас конфигурация аппаратных устройств. здесь программа, программный блок. Дальнейшее конфигурирование оборудования мы можем производить с помощью вот этой вкладки Hardware. здесь у нас уже автоматически выбран RAC вот он у нас здесь выбирается стойка и здесь происходит конфигурирование аппаратной части рука контроллера. То есть добавляется можно добавить блок питания вот выбрать здесь блок питания. Вот у нас зелененькая полоска отмечена то место куда можно вставить блок питания. Нажимаем на него два раза левая кнопка мыши. Также можно добавить модуль расширения. вот допустим этот модуль. Не выбран слот. Давайте выберем слот. Третий слот у нас зарезервирован. Потом поговорим для чего. Вот в четвертый слот ставим модуль расширения. так два раза я оставил. Нажимаем на модуль расширения затем правую кнопку мыши и удалить. Здесь мы можем нажать сохранить или сохранить и скомпилировать. дальше мы можем сразу запустить симулятор. Также можем загрузить наш симулятор конфигурацию. Выбираем загрузить. конфигурация загружена. Вот здесь каталог если мы нажмем то каталог у нас исчезнет. Еще раз нажмем каталог появится. Также можем зайти PLC и давайте наверное конфигурацию произведем еще вернемся к ней произведем в следующем видео и для написания программы мы можем зайти в блоки и выбрать организационный блок 1 и вот здесь мы будем писать нашу программу таким образом мы создали проект в менеджере семантик менеджере и дальше можем работать с ним. Вот пожалуй на этом наше небольшое видео и завершаем. Спасибо.